ну хорошо сейчас метела что-то полчаса усталостью показывают какую-то штуку я уже не мужа вот так вот и вот так вот и вот так вот и вот-вот во всяком сейчас дойдет может пока буду рассказывать то есть вот давайте немножко я хочу взять обратную связь кто что для себя важного очень вынес из того последнего куска который был про живое тело кто может сказать что подтвердились слова сказано мне когда-то что все мы знаем вот и хоть сделай я не ласкала не нежила но по крайней мере слушала всегда например хочет он уйти куда-то или хочешь что-то есть это давно изначально это нужно действительно просто уметь слушать и показывает очень часто плоды того по каким дорогам да 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 какой автобус пропустите на какой сесть это все есть это просто нужно слушать и закреплять теперь мы все все это знаем спасибо за это пожалуйста еще у кого-то да расскажи про это вот расскажи про туалет вы как раз в тему насчет какие-то дороги все она знаете это в питере от наташи уходила на гостинице жила у меня у себя дома и мне надо было домой ехать я шел в метро там 10 минут до метро нужно было идти я выхожу из гостиницы и и прохожу буквально минуту и понимаю что я очень хочу в туалет думаю ну пожалуйста вода тянем до дому ну не хочется возвращаться сколько ехать до дома ехать 40 минут это ну пожалуйста ну давай типа затянем ну и желание в туалет сходить по маленькому утихает потихоньку такой тип так ну там где-то на фоне я понимаю что я еще все хочу в туалет но мог можно дотерпеть я иду иду такой все нормально где-то минут пять проходит и резко вот резко такое желание пищи уху я ой я поворачиваю здесь стоит теремок это блинные блинные кафе блинная ооо точно я захожу в теремок а там туалет ну бесплатный макдональдс вот я понимаю что вот мне тело сейчас показала иди вот здесь есть туалет я сходил все нормально додумал доехал не хотел даже вот такие мелочи еще у кого какие важные осознавания произошли с у меня я осознала вдруг мне тело начало говорить то что а ты помнишь ты хотела раньше уйти вот как ты хотела домой куда-то в пятое измерение в десятый лишь до свалить отсюда потому что было так больно и плохо а она говорит помнишь ты меня хотела бросить мне было так одиноко а я думаю а мне как сознание тоже так одиноко было и мне тоже было так одиноко я вижу себя сзади как обнимает свое тело и говорю ну все мы теперь будем всегда вместе супер да там одинок там одинок и такие ну я пойду ты куда я тоже сейчас немного поплакала потому что начал жаловаться что вот ты все время себя не любила то ты худела непонятными способами то наркотики то переработки то физические измерения все какие-то странные методы чтобы прийти вот вернуться домой хотя можно было просто наоборот все делать и всего этого не делать от обратного и все не туда пока еще у кого есть до чего осознался буквально как занимался насильным телом занимаюсь физическим физическим физическими скультурой это очень сильно повлияло последнее время последнее время последнее время это последние несколько минут окей но главное с осознаванием как бы пытался работать над своим телом над собой заканить дух а оказывается заказал непонятно что спасибо еще у кого я думаю что это думала про то что у меня тело просто через такой агрессии что ты меня не слышала а ладно я все понимаю я думаю блин вот нежность да проявляется эта ласка нежность мне не получалось не получалось хотя вот с любовью да я чувствую что это не то все равно то есть откат такой да что это ну вот у многих когда вот мне понравилось мы с лесом общались да встречали жили вместе работали вместе над всем этим также и он классную вещь сказал когда ты не знаешь как это ощущается ты не знаешь к чему тебе надо хотеть стремиться опыта нету ну есть опыт рома линга кажется такой классный там у него был кусок как бы когда вы вкушаете манго да этот вот нектар вот потом уже ты это не забудешь и все остальное что ты пробуешь оно уже не такое и здесь так же само нету этого опыта вот непрожит он телесно да не зная что то такое тебе об этом везде все говорят но ты этого не чувствовал нету того вкуса манго за которым ты бросаешься и пишешь сдаааа конечно же теперь я понимаю да но фишка в том что все опыты заложены в теле опять же в ней и в этом весь фокус вот вот и при искреннем общении со своего Со своим телом оно может показать это чувство, дать его прожить. Что такое, вот спрашиваешь, например, свое тело, вернее, говоришь, что ты не знаешь, что это такое, тебе непонятно. И просишь, помоги, дай мне вот прожить, проживи, вернее, это так, чтобы я это могла понять, осознать, чтобы я могла это снова и снова воспроизводить. Именно нежность, не жалость, а именно вот эта вот нежность. И тело начнет генерировать его само, это состояние. В какой-то момент ты заметишь, что у тебя там тянется, ну не знаю, что-то захочется такого, и ты в какой-то момент осознаешь себя вот в этом состоянии нежности. Ты такая, боже, вот это как! Все опыты находятся у нас в нервной системе. Неспособность общаться, неспособность коммуникации с собственным телом приводит к тому, что мы бегаем за отражениями. И ищем эти опыты снаружи, снаружи, мы бьемся головой об зеркало, о, вставила, да, вот это я чувствую, что же это было? Непонятно, нужно еще раз. О, класс! Так что же это было? И не понимаем, что это было. И опять же, ну, коммуникация с собственным телом. Что это было, нужно спрашивать у тела. Вопрос, когда вы задаете другому человеку вопрос о вашем телесном состоянии, о том, что это значит. А как другой человек может знать, что говорит ваше тело вам? Ну, другой человек способен услышать этот вот диалог, который здесь происходил. Другой человек, он там сидит, он даже свое тело, например, не слышит, да? Вот, например, он не слышит или слышит. А вот здесь у вас диалог. И вы стоите и говорите, слушайте, что же мое тело хочет мне сказать? Кто мне скажет? Как это? Это те вопросы, которые вы направляете к другим людям. Как же это понять? Я не понимаю. И вы даже формулируете это обалденно, классно. Но вот с этой формулировкой нужно к своему телу. С этой вот искренностью. Да? Наташа пишет вопросы. У меня вот такое вот состояние, я совсем запуталась, я чувствую одиночество. Но не мне это писать надо, а своему телу вслух говорить. Вот есть тело, вот он партнер. Наташа просто пишет, врубите мозг. Ну что я еще скажу? Я не могу знать за ваше тело, что оно вам говорит, врубите мозг. Потому что вот то же самое, что мне пишут, или что вы говорите другим людям. Это сенсом нажимать кнопку. Нет, я нажимаю сенс? Нет. А, да, точно. Ну не отправляйте себя. И вначале имя. Ставим вначале свое имя и читаем, какое сообщение к нам пришло. Себе, я запуталась. Я чувствую одиночество. Так тело сейчас все покажет, все вы проживете, все быстро, легко и просто получится. А вот когда начинают задавать вопросы другим людям, а как они могут знать? Ну вот реально, ну как они могут знать? Это ж только вы способны слышать свое тело. Ваше тело с вами разговаривает? Договорила? Ага. Да, просто у меня не было, не знаю, после... Перерыва. Короче, в перерыве попросила показать какие-то новые взаимодействия на тело, да, потому что я обратила внимание, посты, тело, да, что оно мне что-то показывает. Я попросила показать мне еще какие-то взаимодействия, да, на которые я раньше не обращала внимания. Подхожу к Юле. Волосы. Волосы такие красивые, такие мягкие, пахнут как. Вот, видишь, видишь, она сразу. Маратская такая, под руку залезет, такой теплый. Класс. Дора. Ну, вот такие вот. То есть покажи, и вот сразу. Сколько ты сейчас слышала? Ну, потому что весь ответ приходит сразу же. Всегда сразу же, да. Ну, я хотела условию подтелесную именно передать. То есть у меня раньше, если я касалась своего тела, гладить, там, все-таки. То есть я вообще, ну, извините, как говорила, я люблю доску. Когда мне касается другой человек, мне это очень приятно. Когда я кого-то глас, человек, который мне приятен, это какое-то ощущение. Сама себе для меня это было вообще никак. Ну, то есть что-то делать. Вот когда я стала делать это с нежностью, я ощущаю, это такое ощущение, как будто я касаюсь другого любимого человека. И тут меня касается, тот, кто меня очень любит. То есть это какой-то такой трёх. И вот именно поэтому я могу для себя идентифицировать, что да, вот она, эта нежность нужная, она во мне сейчас есть. Иначе вот я просто вот себя трогаю, опять там какие-то предметы непонятные трогаются. Ну, вот это просто как, может, кому-то это поможет, это как индикатор такой, что да, вот она, вот она. Классно. Да. А у меня такой анти-опыт. Я тоже вот сейчас вот просто вспомнила, как я в детстве, мне было, там, типа, пять лет, в некомфортном мне достаточно месте, и с такими обстоятельствами, о которых я потом узнала, на самом деле, что произошло. Я помню, я лежала и гладила себя по животу, пальцем один такой. И гладила в это. И у меня накатывало такое чувство одиночества. Ого. Я начинала рыдать. Вообще, я не... И у меня до сих пор память о том, что если я себя так буду, например, трогать, то мне будет плохо. То есть, ну, я просто сейчас поняла, что... А потом ты увидела, откуда это, да? Да. Потом я уже вот омой грусть его увидела. Просто я сейчас поняла, что тогда я, в принципе, это как раз делала вот то же самое. Я общалась, да, там, что такое проявляла тело, и из меня вот это выходило. Но ты никогда не понимала. Да, да, ничего себе. Надо это запомнить. Так вот, в некоторых местах родители реально понимают, как нам со своим телом это вращаться. Вы потом вырастает. Вот это что? Таблетка. А мы-то не слушаем. Еще. Да. У меня язва желудка. И пока я просто следовала рецептам гастроэнтеролога, что кушать и так далее, таблетки эти... Ну, после того, как я с ней стала разговаривать... Ну, в обычном году бывает два обострения. Осенью и весной. Я уже полтора года живу без этих обострений. Я знаю, что она там где-то живет. Я ее слушаю иногда, что она там говорит. Ну, сегодня типа там будем... Давай кашки поедим или супочка. А потом в другой раз... Ой, шашлычка саджичкой. Вот. Ну, то есть, на самом деле, действительно, нужно разговаривать. И можно разговаривать с телом, с каждым органом. Это действительно... Да. И есть уверенность, что ничего не будет от шашлычка саджика, как пишут... Да, да, да. Да, 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 да. Нет, самое главное говорить, что это самое, что где-то он там живет, потому что ЖЕНИ нет. Да. Да, да, да. О, слушай, помнишь, ты рассказывал? Чаепитие собственным сердцем? Что собственным сердцем? Чаепитие. Помнишь, ты рассказывал? Можешь рассказать? Ну, вот сейчас про разговор с органами, про то, как ты общался со своим сердцем. Если хочешь. А потом забухать не можно, да? А потом забухать не можно. Не, я просто... Тогда меня вопрос волновал по поводу моей мечты. Я говорил, какая у меня может быть мечта, потому что мне казалось, у меня вообще никакой жизни нет цели, вообще все бессмысленно, и все тупо. Вот, и я пошел на пляж, лежал на пляже, загорал, и думаю, хм, сердце... Ну, Наташа говорила, что сердце, типа, все знает. Думаю, ну, хорошо. То есть мы тогда еще так много про тело не говорили, тогда просто по отдельным органам, думаю, сердце все знает. Лежу, такой, думаю, ну, что сердце, давай, что ли, поболтаем? Будешь чайку? Ну, я так в шутку верю, я там в скандалине болтаю точно так же там, типа. Ну, че, как дела? И я пришел, он такой, ну, че, попьем чайку? И такое, ну, такое легкое ощущение нежности, типа, ну, такое легкое где-то там. О, окей, хорошо. Попьем чайку, такие, ну, вот, знаешь, тут вот проблема такая. Мне кажется, что у меня нет мечты никакой. Говорю, покажи мне, там должна же быть какая-то мечта. Я такой, ну, и вообще, как дела-то, собственно, как жизнь? Ну, и рассказываю просто, что у меня сегодня день был, как, как чего, именно сердце просто. Реальная методика, такая вот, просто, она вот методика. Давай, давай, давай. Я просто сердцу говорю, типа, вот, ну, вот, вот, сегодня то-то и то-то. И потом, буквально, там, через пару мгновений, я только начинаю, все это уходит у меня, все мои разговоры с сердцем уходят. И мне вспоминается сериал, я в детстве смотрел, который я вообще забыл. Дункан Маклауд, там, да, типа, Горец, да-да, Бессмертный. Я такой, Дункан Маклауд? Че? Че? Я такой, я не понял, а потом я только думал, подождите, он же был Бессмертный. И внутри такой трепет такой, вот прям, где-то сердце такой, легкий-легкий такой трепет. Я такой, да ладно! Нет, че, да, не может быть такой смерти. Она такой, и такой, и такой, легкий трепет, и такой вот, ну, я уже начинаю себя представлять. И там уже весь пляж смотрит на меня, я там взлетаю, там, значит, такой ангел, и там поднимаю реки, там, воды, и все такое. Ну, то есть оно вот просто вот таким ощущением образом, вот таким, легким, воображением. Ну, такое, ого! И я почувствовал, да, это оно! Бессмертие, да. Ты просто передаешь. Мой тоже же не мой. Благодарю. Ты рассказываешь, что должен был сделать мальчик-шизоид? Мальчик-шизоид? Ну, вчера, разговаривала детей со скальпи. Вот, какого? Что должен был сделать мальчик-шизоид? Я не даю ответов, если вы решите это, вы решите себя. Я дам ответ, не получится так сработать. Я думаю, что он механизм какой-то нет. Положено. А положено. Б ставки туда, куда надо, и их хорошо. Да, 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 да. А просто как уравнение решаешь. Есть это, и я говорила, да, что все время будет натыкаться на тот шок. И есть конечный результат какой? Он ему нравится, он наслаждается общением с людьми, да? И вот здесь вот найди, нужно просто решить уравнение. Еще кто что осознал? Ну, самое такое, наверное, ну, когда одна проблема что-то одно бесит, это, в принципе, понятно. Вот с ней надо бороться. А вот вроде борешься, вроде настроение хорошее. И вот в какой-то момент начинает вообще тотально все бесит. Свои все действия, все чужие действия. Ну вот хер стал, понятно. Чайку попить надо. Чайку попить надо, да, точно. И чай бесит. И как ты уже? И какая-то какая-то просто начнет бороться. Вызываешь раздражение на чай. Пойдем, а? А он такой, ты меня бесишь. Еще у кого? Второй раз вот тоже, знаешь, вопрос про собственный опыт, что очутили, инсайд. Я не понимаю, почему я вот много чего почувствовала, а сказать не могу. Потом я поняла, что у тела просто стоит бог быть осмеянным, то есть этой школы, то есть уроков математики, что-то с этим связанное. То есть когда дала правильный ответ, а говорила как-то не так, и над тобой ржали, и теперь просто ты все знаешь, но тема просто такой, не, мы не будем говорить. Уже знаем, чем это заканчивается, да? Ты сейчас откроешь рот, скажешь, что это не то, и все будут смеяться, да? Да, 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 и это просто во всех сферах, то есть. О, нифига себе, да. И тебя обниму. И тебя обниму. Ну давай. Обнимай. Обнимай. Просто все опыты, которые рассказывают, пережито о мной, как бы, да. Ну и тот диалог, когда на самом деле, хочу из практики уже сказать, чисто тупо практика вот этой церкви, да, что когда находишь коммуникацию с телом, то все нереально становится реальным. Даже в плане физического тела, это просто, это бессмертие, это молодость, там, омоложение, даже если был уже более там старший, все это разворачивается просто картинка, естественно, в которую люди не верят. Они щупают это самое, ну, блин, ну не может быть, ну, серьезно. Да, да, да. В реальности происходит это так. Вот. Еще кто-то? Все? Больше не было осознаваний, пониманий? Окей. Ну вот вчера мы классную тему задели, когда сидели вечером в суши-баре про безумную мудрость. Я про нее в Киеве говорила, ну, там мы не снимали на видео. Когда я начала изучать Адвайту, ну, как изучать? Я это несерьезный последователь. Видите, то туда, там утюкаюсь, то еще что-нибудь. Таких вреды не примут. Вот. Но мне очень-очень нравятся механизмы, на которых построена Адвайта. Я каких увидела просто. А-а-а! Вот оно! А-а-а! Вся жизнь начинает выстраиваться сразу. И меня очень-очень-очень-очень впечатлила такая вещь, как безумная мудрость. Вещь... Такой механизм, который... Который делать невозможное возможным. То есть до какого-то момента, лету 20 пока... А я даже расскажу, как я это нашла. Вот. Тоже прикольный опыт. Там... Я люблю, там, общаться с минералами. Меня там спрашивают. А чего ты с людьми не общаешься? Я говорю, ну, с минералами безопаснее. От них учишься. Они тебе все показывают. Разные переживания дают. Так же, как и тело. То есть разговариваешь, они там помогают понять. Но за тебя они это не делают. И за тебя они тоже не работают вместо мозга. И вот я сижу, я в тупике, там, 20 лет. Я в тупике, полная жопа, там. Ну, вот это вот все происходит. Ну, что делать? Тянется рука. Рука тянется к какому-то минералу. Там их куча. Вытащила. Такая сижу. Вообще такой... Такая тяга, такая нежность. Просто вот сижу, глажу этот камушек. Глажу камушек. И тут такая... Начинаю видеть образ. Там река, лес и какое-то строение. И там танцующий чувак наверху висит. Я тогда еще не в курсах была, что ты танцующий шива. И такое ощущение офигительное. Вот вообще офигительное. Я к маме прихожу, говорю, мам, слушай, что-то... Она у меня просто начитанная. Она все знает. Она... Ну, вот, вот, вот. Не начитанная, не в смысле оскорбления, да. Что не спросишь, мама говорит, где это, откуда это, когда это было, и откуда это произошло, и к чему это приведет. Google Chrome. Да, Google Chrome, да. Мама, привет. Папа тоже. И я говорю, мам, что за чувак такой? Потому что я же не знаю даже по какому методу искать в интернете. Я вижу этот чувак, я же не могу писать. Чувак, танцующий чувак. Над входом в дверь, танцующий чувак. Ну, мама говорит, ну, наверное, это какой-нибудь там индийский бог. Я говорю, а какой индийский бог бывает? Вожу там, и нахожу там. Шива. О, танцующий Шива. Ну, ладно. Ну, окей. И что? На следующий день и не отпускает это чувство. Вот это вот ощущение река, поляна, там, деревья. И этот маленький домик с этим вот моментом. Для меня это воспринималось как либо монастырь, либо что-то в этом роде. Я думаю, а оно не пускает. Это тяга, ты спишь, у тебя во сне это, ты просыпаешься, у тебя во сне это тяга. Ты ходишь, ты не можешь найти. Я сижу уже, ввожу в гугле по разным словам. Там, это, это, это. Фотографии смотрю, не нахожу. Думаю, ну, блин, ну, вселенная, ну, чего же я не понимаю-то. Ищу момент, это вот найти именно хотя бы образ примерный, да, этого домика с этим чуваком. И потом уже сдалась такая на пятый день, уже это все выматывает. Оно вот, тело вот так вот все дрожит электричеством. Сажусь. Ладно, не по картинкам смотрю. Веб-поиск просто по названию. Нахожу. Монастырь от Вайта. Думаю, прикольно. Монастырь. Там у меня восприятие как монастырь. Ну, ладно, зайду, посмотрю. Зашла, такая, и офигела. И трактаты. Вот все это меня, вот вся эта тяга привела меня туда. И я начала изучать. Так как я материалы в своей жизни, с которыми сталкиваюсь, я сразу применяю на опыте. Смотрю, что на мне работает, что не работает. Если не работает, почему. И как это можно в другой своей сфере применить. И все это соединяю. То я точно так же начала два это изучать. И потом в какой-то момент, когда я читала, не помню, ну не Аватхутагита. Не скажу сейчас название. И там описывается безумная мудрость. То ли в лекции это было. Я сижу, слушаю и думаю, блин! То есть вот эта фишка, вот так все просто. Там, кажется, описывалось от этих великих махаситхов, у которых она, ну, главный жизненный принцип, безумная мудрость. И у них все офигительно, просто, легко, эффективно. Я здесь мучаюсь, мучаюсь, мучаюсь. Я думаю, блин, ну надо как-то понять. Тянет. Тянет и понимает, что офигительная штука. Если встроить ее в свою жизнь, она реально так поменяется. И очень много я телесно работала с недостоинством. То есть когда очень много ругают, ругают за ваши желания, потом рождается огромное-огромное-огромное недостоинство чего-то хотеть для себя. Или просто сказать, чего вы не хотите, опять же, для себя. И вот, чем мне нравится этот механизм, то есть живу я и думаю, ну я, например, чего-то хочу. Вот я хочу вот этого. Или хочу какой-то опыт, хочу изменить жизнь. Ну как, наверное, это нужно заслужить. Да, во многих учениях нужно заслужить, там, карма, 2000 очков. Круто, значит, ты можешь там иметь, у тебя столько энергии, что твое пространство там. Расширяются, окна возможности открываются. Давай, лови момент. И в какой-то момент, ну какой-то период жизни я жила именно по такой философии концепции. Значит, много энергии накопить надо, там, то-то, то-то, то-то. Заслужить это, там, чистотой мыслей, чистотой образа жизни, там, пониманием, еще чем-то. Но смотрю, он на меня не работает. Потому что я это делаю, а жопа все равно происходит. И к тому, к чему я хочу, я прихожу таким сложным путем, что вообще. И читаю я безумная мудрость. Это когда с вами случается то, что вы хотите, без всяких на то условий. С вами все происходит то, в чем вы нуждаетесь искренне внутри на самом деле. Без всяких на то условий. Я читаю, как это без всяких на то условий. Тут же рядом написано, нужно, тут карма, нужно очки заслужить. Тут же написано в этом же учении, без всяких на то условий. Меня глючит. А как так может быть? Как это без всяких условий? У меня там внутри стоят, я должна заслужить, я недостойна этого, недостойна этого. Даже фотоаппараты недостойны на 200 долларов больше, там, от нужной суммы, на которой страх стоит. Недостойна, недостойна, недостойна. Думаю, да-то вы что? Как это так? Я так хочу, это же обалденно. Читаешь истории разных ситхов и думаешь, ну это вот я понимаю жизнь, а вот это что? То есть здесь мне нужно пахать, вкалывать, работать, соответствовать какому-то представлению, какой-то концепции о том, что великая вселенная, которая любит меня безусловно, только и ждет, когда у меня станет 2200 и скажет, окей. И я начинаю задумываться, а реально где логика? Вселенная любит меня безусловий. Безусловий любит, а подарки раздает по условиям. Как это так? И эта безумная мудрость так мне понравилась, что я начала искать, как мне встроить ее в свою бытовую жизнь. Ну очень классная вещь. Не хочется работать за очки, ну жить и копить там. Я беру там, начинаю, ну с аффирмациями так легче, я формулирую аффирмацию, начинаю ее произносить и сразу, и сразу начинаю понимать, где я недостойна, почему этого быть не может, по каким причинам, знаешь ли, иди, знаешь куда со своими желаниями. И беру самое, что я хочу, да, то есть там моя мечта, трансформация тела, освобождение. Я вот такой, чего? Такой голос внутри. Я говорю, ого, там капитальное недостоинство. То есть когда вы берете самое-самое-самое сильное, вот, что, о чем вы мечтаете, без чего вы жить не можете, но живете, естественно, да, но это же не, потому что это в сфере невозможного типа. И с этим аффирмацию произносите, вот именно с этим вашим желанием, тем, что я достойна, легко, радостна и просто, да вот прямо сейчас. А там внутри сразу, ага, циничный, саркастичный смех изнутри. Я увидела, что это очень-очень связано, недостоинство. То есть когда мы не чувствуем себя достойными, Вселенная говорит, на, держи, все, да, 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 да. Ты говоришь, а-а-а-а, ну, ты знаешь, у меня только 750 очков по карме, я еще не достойна, еще рано, подожди. Да, еще не отработала, погоди. Вселенная такая, ну, на, 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 у меня только 755 очков, а мне уже 55 лет. Ой, еще что же мне сделать такого-то еще? Что же мне еще такого-то сделать, да? Какой еще системе мне нужно соответствовать, чтобы, наконец-то, я получила то, в чем я нуждаюсь изнутри, на такой степени. А Вселенная говорит, да, на, ты говоришь, нет, ну, ты понимаешь, я верю вот в эту концепцию. И вот, когда я встроила эту безумную мудрость, да, что вот оно происходит только потому, а, вот эта разница, кстати, вот эта гениальная разница, по одну руку со мной происходит то, что я хочу, или то, в чем я искренне внутри нуждаюсь, только при определенных условиях, когда я сделаю что-то или когда я чего-то не сделаю, да, там, не убью, не буду врать, или когда я, там, делаю добрые поступки, да, или слежу за телом, соблюдаю аскезу, ну, и вставьте условия вашей религиозной направленности. То есть со мной происходит то, что мне на самом деле глубинно надо, понимаете, не просто то, что мне хочется от фонаря, а то, что мне на самом деле глубинно надо, там эти условия стоят. Только тогда, когда и смотрим наше верование. Какие там условия стоят? И с другой стороны, со мной происходит то, в чем я на самом деле нуждаюсь, без всяких на то условий, потому что я просто существую. И это мне было очень сложно понять, ну, до того момента, пока с телом эта штука не произошла. Как это? Потому что я просто существую. Без всяких на то условий мозг уже взрывается. Как что-то может существовать без всяких на то условий, давать мне что-то без всяких на то... То есть я сижу, то есть, да, просто так, ну, как этот мультик, да, там, мальчик, цветы, да, за что? Просто так, за что? Просто так, и у тех животных шиза. Это я так узнала еще. А можно с вами, как я, как я, как я тоже такое делаю на опыте, да, такие цветы. Вот детская площадка, сидят, мам, молодые все, красавицы, да, мы с парнем, такой цветок, да, решат? Да, 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 да. Такие глаза вообще, какие-то, вы что, да, вы чистого сердца, это же цветок роза. А попробуйте ребенку подарить анимацию. Ооо! А мама вообще будет в шоке. А мама, что вообще два дебила каких-то ходит, по площадке розы всем дали, да? А в честь чего? А просто так. Да, вот реальный пример того, как внутри это работает, самими собой. Я этого хочу? Да на! Да ладно, что, просто там где-нибудь точно подвох есть. Такой подвох! Когда ты идешь в супермаркет, ты улыбаешься. Ну вот оно, это обесценивание, на самом деле, глубинных моментов. Обесценивание глубинных моментов, простой нежности, искренности там. Того, что вот огромнейшая вселенная любит тебя без условий. Твое тело любит тебя без условий. Только ты стоишь и расставляешь им условия. Вернее, ты ставишь себе условия на получение от них любви. То есть тело говорит, на, я люблю тебя, я понимаю тебя. Ты смотришь и, ну, милый, ты это все сможешь мне дать, когда ты сделаешь для меня вот это. Вот будешь вот таким, вот пойдешь на бокс, пойдешь туда, ну вот тогда давай мне свою нежность, окей, так и быть. И ко вселенной. Вот только когда я сделаю вот это, да, вот это, вот и вот это. Ну может быть, и то, если я не налажаю по пути, да, что очень вряд ли. Да, этот момент, этот момент, надо все просить, надо все просить, надо все, а все ли она живет у меня без условий. Ты что, я должен у нее все время постоянно все просить? А если не просить, врубается такой момент, да, как вы в магазине, если уж я прихожу к всякой вселенной, так как вы в Макдональдс, с улыбкой, но с деньгами. Хочу Макфлоре, извините, 14.50. Это в гривнах. Поэтому либо просить, стыдно как-то, если она же меня без условий любит, где-то тут, где-то тут не то что-то, я чувствую, проходи. Либо другая крайность, ну это, сейчас бабло приготовлю, хорошо, держи. То есть, либо мы покупаем, продаем, либо для нас унизительно, унизительно, просто ниже нашего достоинства, простите, вселенной, то, чем мы являемся. Огромная семья, 20 человек в одном доме. На планете Земля больше никого нету. Интересно, сейчас идет так тупо спонтанно. И что ты хочешь сказать этим? На планете Земля больше никого нету. 20 людей. Они есть друг у друга. И каждый из них такой говорит, просить это ниже моего достоинства. И расходятся они по планете Земля. И такие, одиночество такое накатывает. Я вот тоже слушаю, что тело говорит. Одиночество накатывает. И есть потребность в этой нежности, в коммуникации, взаимодействии. Да, видишь, там, прошел тот один из нас 20. Ну что, я буду что, подходить к нему и говорить, ой, пожалуйста, обними меня, потому что я чувствую одиночество. Я лучше дерево пойду обниму. И ходят они одинокие, и помирают через 60, если не раньше. И все, вымерла человеческая раса. Ну потому что для коммуникации ничего, нужно, чтобы нормальная просьба не была унижением. То есть приходишь к маме, да, вот ребенок, он приходит к маме и говорит, мамочка, я хочу кушать. Вполне нормально, естественная просьба. Никакого унижения собственного достоинства у пятилетнего ребенка, который еще не натягивается до плиты. Он говорит, мам, я хочу кушать. Можешь сделать мне покушать? Мой говорит, да, окей. Все отлично, все гармонично, все великолепно. Совсем другой вопрос. Ребенок смотрит на маму. Если я тебя попрошу сделать мне кушать, если я потом уважать не буду? Да, это не смешно. И потом сидишь в комнате, жрать охота, мама проходит мимо. Ну, это же ниже моего достоинства, пойти попросить. Есть два выхода из этой ситуации. Первая ситуация, это начинается механизм, мы прячем ненависть через презрение. Ну, это я сейчас очень заумно говорю. Ну, начинаешь, мамочка, если ты случайно проходишь сейчас на кухню, если вдруг тебе захочется сделать кушать, не могла бы ты приготовить мне манную кашу? Если вдруг у тебя под рукой окажется сахарница, ну, пожалуйста, положи туда. А у меня дети внутри не подходят и облизываются, начинают просто так вот языком. А прямо им текст нельзя сказать, мама, купи, пожалуйста. Нельзя. Я, пожалуйста, куплю, или скажу, ну, все, не могу так в другой раз. Так вот, из-за не могу в другой раз и просто облизываемся. А ты закончила? Я так демонстративно. Это один вариант, да? Нет, ну, а просьба, она же должна подразумевать, что может быть, да, может быть, нет. Да, естественно, сейчас, подожди, я закончу. Сейчас, сейчас, а то я сейчас съеду вообще в другую тему. Я себя знаю. Вернее, оно-то меня знает. Вот, 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 вот и полетело. И вот этот один вариант, да? То есть, это унизительно, это ниже моего достоинства. И я не замечаю, как, в общем-то, я... Что я делаю? Можно просто попросить, мам, мам, можешь сделать, да? А вот из-за того, что страшно, страшно, или даже не то, что страшно, я, если я сейчас буду это говорить, я вообще уйду куда-то в левую сторону. Блин, я сейчас со своим телом разговариваю, да? На камеру, да? О-о-о! В общем, есть один такой вариант, да. И этот механизм я назвала механизм переноса. Стремно сказать прямо, стремно попросить прямо, говоришь, может, ты хочешь сходить в кино на Джеймс Бонда? А? С какого чуда? Да. Ты замерзла? А? Это к чему вопрос? И другой человек говорит, да нет, ни к чему, я просто подумала, что ты замерзла. Когда сложно сказать прямо, переносишь свои потребности на другого и начинаешь с ним общаться так, как будто эти потребности у другого. И другой вариант. Не знаю, насколько чаще он происходит. Но если даже вот так вот попросить маму, да, с вот такой вот длиной, типа, мамочка, не идешь ли ты мимо? А не сделаешь ли ты вот это? А если вдруг ты там рядом? Если даже это уже на степени полной униженности, то есть это вообще, это неприемлемо так. Ты что, я же потом... Если я так маму попрошу, я точно себя уважать не буду. Нормально не могу, страшно. Так это вообще... Я лучше голодным останусь. И рождается что? Если я лучше останусь голодным, нас начинает мотивировать голод к тому, чтобы искать другой механизм, то есть другой путь. Что мы делаем? Мы обучаемся готовить себе еду сами. А знаете, сколько еще вещей потом мы учимся делать сами? Сами, сами. Лишь бы не попросить. Сами. А Вселенная такая сидит. Ну на, я сам. Да держи, ты в курсе, я сама. Да вот на. Ты что, плохо слышишь, я сама. Вот и все. Куда там безумная мудрость? Безусловие, просто потому что мы есть. Я вообще все сама делаю, потому что просить для меня... Когда мужчина ездит на очень важное интервью, какой-то переговоры, ищет место для парковки. И вообще ничего. Господи, я не буду... Ну в общем, да, он обещает все, что он не будет делать, если он только вот прям вот скорее припаркуется. И вдруг раз видит муфти парковки. О, спасибо, не надо, я сам нашел. Идеально, суперски. Вот. Безумная мудрость способна работать в бытовом варианте нашей жизни тогда, когда коммуникация, когда просьба – это нормальный инструмент коммуникации. А не унижение себя. Боже мой, как я потом засну, только бухану, если и забуду об этой просьбе. А еще лучше пойду к гипнотизеру, он закроет эти мои воспоминания. То есть вот в этом и есть разница. Как помните, мы говорили, либо ваша личность настроена на условия, и тогда другой – все, что снаружи – это враг, это не я. и тот момент, что все есть я. Я есть все сущее. Так вот, безумная мудрость в бытовом варианте работает на платье «я есть все сущее». вот здесь вот. А там, где другие люди – враги, опасность, и это не я, работают очки, карма, что там еще. Ну вот я сделала это только, когда заслужу. Уровни, да. Видите, это действительно. Так а в чем? Там может быть еще страдания. Ну естественно. Что? Пфу, да. А если хорошо пострадать, то может даже очков добавить. И получу то, что хочу. Главное, так хорошо себя. Тело, чтобы пострадало хорошо, напрячь его, да, там, ооо, аскезы 20 лет, ну, шива, там, вишну, ну где же вы, да, как в том мультике, когда уже задолбали. Аскезы? На, смотри, вот как все происходит. Только не мучай свое тело. Вот. И безумная мудрость спокойно, свободно работает отлично в бытовом варианте. Вот вы есть, все, пожалуйста, все, что надо, происходит. А в чем проблема? А где реально проблема? Вы же существуете, Вселенная любит вас без условий, ваше тело любит вас без условий. А где проблема? Условия. Как же? Вот, только когда я, когда я стану реализованной, когда я стану человеком, или только когда я стану настоящим человеком, это каким? А сейчас какой? Искусственный, да. Да, университет выйти замуж, карьера, и только потом быть может, если я не на портачу посередине где-нибудь. Я не буду себя винить. Да, я не буду себя винить всю жизнь за это. Это естественно. А в чем прикол? В чем именно драма этого способа восприятия, что вот когда заслужу, только тогда получу? Если по вашей градации плохое и хорошее вы делаете в жизни самое свое плохое, вы больше ничего не достойны. Вы сделали самое свое плохое, сколько не зарабатывая очков, больше не работает. стоит ваше самое плохое. А самое хорошее? Самого хорошего ты уже не достоин. А нет, а если ты пытайся сделать самое хорошее? Если есть такая шкафа. Надо пример. Если есть и самое хорошее. Да, ну естественно, конечно же, но надо пример. А в такой градации самое хорошее это капитально... Не-не-не, это капитально предать себя. Потому что делаю самое плохое, например, я бью собственного ребенка, всю жизнь прости себе это не могу. Что не делаю, все это не заполняет вот то, что все еще есть самое плохое. И тогда самое хорошее для меня полностью предать себя. То есть начать служить тому, перед кем я виноват. И предательство себя. То есть самое хорошее это самое плохое опять. И здесь и здесь это самое... То есть здесь самое плохое это для тела, предательство. А здесь самое плохое как для личности, да, по условиям. И в общем-то... И если бы... Да, ничего хорошего. И если после этого осознается еще и вот это, это же гайки вообще. Ты видишь, здесь самое плохое, а здесь... Чего же я вообще-то достоин? Дикое чувство вины и это очень сложно. Хотела говорить совсем о другом. А, ну да, я же настраиваюсь на тело, почему усталость посылает. Она такая, ну вот об этом говорить. Так усталость сразу прошла, пока я говорил. Ну окей, 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 я слушаю. Все окей. Договорились. Да, договорились. О чем я только что говорила? Да, без условий. Ну это я закончила. Вот, все, про вину. Я хотела про вину, потому что вот осознаешь, да, вот эти все жопы, которые ты делаешь, и все самые страшные вещи, которые ты делаешь, и потом врубается чувство вины, а потом, а потом вы считаете, да, что чувство вины убивает ваше тело, и у вас еще больше врубается чувство вины. Вы опять вы жопу делаете. То есть, здесь, 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 здесь плохо. Здесь, здесь, здесь делал. Я пытаюсь все делать лучше, все хуже, и все делаю больше плохо. А как это так? И выходит, что куда ни ступаете, все, везде вы делаете плохо. И здесь плохо, и еще хуже. И вы уже пытаетесь, ну, 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 хоть где-то написано, как должно быть. Хорошо, делайте опять жопа. Чувство вины от этого всего, от понимания, что еще хуже делать, и чувство вины от чувства вины. Здравствуйте, в квадратной, в какой-то там прогрессии геометрической. Это самое бытовое. Кушать мясо, курить. О, материться. Да. Да. Отказывать мужу в сексе? Нельзя. Посуду не помыла. Человек, я свинота, очень нехозяйственная. Да. И вот два восприятия, два возможных, ну, в моей жизни, да, хорошо, в моей карте мира, два возможных восприятия событий в нашей жизни. Либо хорошо-плохо, либо я делаю хорошо, либо плохо, либо это просто опыт. И это кардинальная разница. И опять же она садится на эти две платы. Либо все снаружи не я, либо я есть все сущее. Опять же, вот я все это буду присаживать на эти два момента. Когда снаружи не я, это опасность, да, просить. Это ниже моего достоинства. И, естественно, я оцениваю себя только по той шкале плохо-хорошо, которую я получаю еще в детстве. А потом мы редко делаем апгрейд, да, апдейт, обновления всякие. А если делаем, то только добавляем всяких моментов, там, пунктов, где побольше плохо, чтобы этого не делать-то. И вот эти вот все требования и ожидания к себе, естественно, огромнейшее перенапряжение. Представляете, какое перенапряжение? Другие люди не я, это враги. Мама! Под кровать хочется спрятаться сразу. Во-вторых, просить о помощи ниже моего достоинства стыдно и вообще недостойно. Мама так все время говорила, да. Мама! Еще больше сжимаемся. В-третьих, что там в-третьих тело, а? Я теряю мысль. А в-третьих, у меня столько требований к самой себе, я должна быть вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Уменьшаюсь, да, что ли? А еще я не должна делать вот этого, вот этого, вот этого. А еще я обязана вот это, вот это, вот это. Вот с ума можно сойти от этого всего. И естественно, где-нибудь вы все время портачите, да, вы все время заходите в сферу. Вот у вас есть сфера, здесь все хорошо, и вот такая сфера, здесь все плохо. Ну, очень сложно находиться в этой зоне комфорта всю свою жизнь, да. В любом случае вы делаете чувство вины. А это уже не зона комфорта, кстати. Каждый раз, в любом случае, вы вступаете в сферу ваших пониманий, что это плохо. Этого делать нельзя. Я не должна такой быть. Я не имею права это делать. Я даже не имею права это чувствовать. Я не хочу этим интересоваться, потому что когда-то папа мне сказал, чего я достойна, а чего недостойна. Я это хорошо запомнила, теперь я даже не думаю об этом. Я же доверчива. Да, точно, я же доверчива, я же не включаю осознанность. Я не представляю, что другой человек может ошибаться, что другой человек может не знать, что нужно именно мне в жизни. Как же, ну другие люди, все люди знают, чем мне надо, только спроси, и все начинают советовать. Они же не просто так, а главное, они из своего опыта это советуют, правильно? Из начитанного своего опыта обычно. И от этого осознавания, сколько всего мы нарушаем, сколько своих собственных пунктов, да, своей веры, своей религии, своих убеждений, сколько этих моментов мы сами-то нарушаем, да, идет огромнейшее чувство вины, но обычно какой-нибудь драматический момент в жизни. Кто-то кого-то ударил, кто-то кому-то изменил, там еще что-то осознал, и пошло чувство вины. Кайф, да. А потом от этого чувства вины как избавиться? Есть куча техник, называется «Прости меня, ну прости». Видели, да, как я с Антоном? Ну прости меня, ну пожалуйста, на студии работает, а? Будет работать, попустит, до следующего захождения, ну до следующего шага за заграждение, это плохо. И опять 25, острее чувство вины, да. Я же только что, уже только что попросила прощения, стало легче, что я опять делаю говно? Еще сильнее самонаказание, еще больше чувство вины, еще больше нужно что делать? Отрабатывать, чтобы прощение получить. Охренеть можно. Видите, это все перенапряжение, перенапряжение. Но как при этом испытывать нежность и умиротворение? Скажите, какое нежность и какое умиротворение? Когда говно искать надо. Точно, когда нужно искать говно. И при этом потом посуда не мыта, я опять в говно, да? Так, это я говорю про чувство вины. Да, вина и прощение. То есть, как только у вас есть в понимании вашей жизни термин «ошибка», ищем все ваши чувства вины, ну и можем начинать себя прощать. Очень долго до конца, до гробовой доски. Обычно занимает очень много времени. Если есть понимание «ошибка» в жизни, значит, всегда будет чувство вины. Это огромнейший полигон игры. Можно делать абсолютно все, что угодно. Абсолютно все, что угодно. И вы соглашаетесь поставить пунктики. Это хорошо, это плохо. Когда плохо, мне будет очень плохо. А чтобы это плохо не было, нужно сделать много-много-много хорошо. А если я в следующий раз делаю снова плохо, мне будет еще хуже. И придется еще больше хорошо. Отличная игра. Это было описано, и вы не знаете, когда волшебник приглашал. А надо было 10 добрых дел подряд. Офигеть. Если одно плохое сделало, опять снова 10 добрых дел. Суперски. Ну гений, гений. Если делаешь 10 подряд, тогда приходит волшебник, спрашивает, твои желания выполняет. Сразу в детстве, да, это делают? Ну, сразу же, Саня. 10 добрых дел подряд. Одно лажа. Ой. А потом, когда все время лажа. Да ладно уже. Тут же 10 добрых дел надо сделать. Тут же 10 заповедей. Тут же еще что-то такое. Нет, нет, там три было. У меня знаки было три. Ну я не помню. У нас всего три. Что мне осознанно. Не так, что вот я сейчас сделаю. Да, да, да. В сыпом пятне, да? Офигеть. Вот это реальные загадки. Класс. Надо перечитать незнайку. И вот, если у вас есть понимание ошибки, на этом огромнейшем полигоне, мы, это вечный полигон, вечные существа, сияющие сознания, которые такие ходят и говорят, ой, боже мой, я не помыла посуду в понедельник. Огромнейшее, сияющее существо с крыльями, радужная аура. Офигительно. О, я двойку получила в школе сегодня. Боже, что же со мной будет вечером? Этот абсурд очень помогает проще относиться к жизни. Вот Марат ушел, у него этот момент был. Огромнейшие, сияющие существа. Какую-то хренью страдают снова и снова за дня в день. Видеть себя, как такое огромнейшее, сияющее, вечное существо, помогает увидеть, где мы до сих пор страдаем всякой фигнёй. Морочим себе голову, здесь ошибка, здесь ошибка. Это же вечность. Это же всё безусловие. Делай всё, что хочешь. Что хочешь. Я делаю, что хочу. Я выбираю, что это ошибка. Иду мучиться. Ну так, вселенная говорит, да. А кто будет отговаривать? Она же говорит, да. Выбираешь? Окей. Хочешь ещё больше? Да пожалуйста, ещё пострашнее. Да я тебя прошу. Ты же играешь, можно делать всё, что угодно. По сути, мы не умираем, тела меняем. Материя изменяется. Развлекаемся. Поэтому вначале я и говорила, от того, осознаёте ли вы, какое качество жизни вы хотите, и сколько усилий вы готовы приложить, чтобы достичь, то есть реализовать то качество жизни, которое вы хотите. Это ваша осознанность, ваш выбор. Задуматься об этом, определить эти моменты, и посмотреть, сколько из того, чего вы хотите, находится в сфере. Это невозможно для меня однозначно. И совсем другое восприятие мира, когда это просто опыт. Напомните, это любопытство. Что там ещё? Что там ещё? Видели страшного монстра? Ты кто? Я так буду рассматривать, что он сам испугается. Опыт. Это опыт. Разбила посуду. Что же сейчас такого будет, а? Побили. Да. Побили. Побили, избили. Тут сложнее уже, да? Нужно больше понимания. Ой, что ж теперь со мной-то будет, а? Что с нами будет? Это к чему всё? Посмотрим, как отрегенерироваться. Да, так вот, когда воспринимаешь жизнь как опыт, широта возможностей, она просто бескрайняя. Потому что вместо обиды, вместо закрытия, вместо страха, вместо этого дисконнекшн, блин, всё на английском, да что ж такое? У меня в голове всё на английском, я на русский перевожу. Вместо этого закрытия, скукоживания и наслаждения собственной болью, получается классно. Неординарные решения получаются. Ординарная ситуация и неординарные решения. Потому что мне интересно, а к чему это приведёт? А что, если вот это сделать? О, точно! Фу! Реализовали. О, величайший аватар мира! О, гений! Ты стоишь такой, да чего? Да я просто подумала, а что выйдет, если сделать вот так? А что, вы так не делаете, что ли? А как это, не знаю, что это заметка, бетон, как создавался, да? Он же просто замечает, что-то нам что-то дает, что-то насыпал еще. Бетон или тринитротелол? Ну, я не помню. Ты меня как-то перемешала, нечаянно все. А это, а Виагра как получилось? Дома! А Виагра как получилось? От давления, да, искали лекарства? Что искали? От давления, лекарства, от давления получилась Виагра? А Coca-Cola точно так же, от давления боли. Да? Coca-Cola, 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 главная боли, в Америке было запрещено рекламирует лекарства, а, и ночью продавать лекарства, а не выпустим газированный напиток. Офигеть! Да. Офигеть! Ну, реально! А потому что есть интерес и любопытство, сталкиваешься с ситуацией. Вот помните, я говорила, начальный импульс, интерес и чистое любопытство. Если другие люди не я, это любопытство изменяется, преломляется и замещается манипуляциями. То есть, типа, мне интересно, я показываю, что мне интересно, ну, регулярно бью тебя по голове, чтобы ты понимал, что ты не я, и ты опасен. То есть, что я так вижу. И совсем другое, вот это вот чистое любопытство, оно остается чистым любопытством, оно расширяет, расширяет, расширяет рамки. Так, еще что, еще что, еще что, надо вспомнить. Ну, давай, ты же ведешь, такие аналоги классные придумаешь, спонтанно все говоришь, я сама слушаю. А, точно, да, точно, точно, точно. Вот это то, про что мне очень нравится говорить, писать, рисовать картины, это сердце, сила сердца. Вот я сегодня говорила про преданность, да, что это не слабость, это вот преданность сердечному огню. Представьте, что в сердце находится колодец, бездумный колодец, и там источник. Знаете, трансформаторная будка, у кого ночью есть под домом, засыпаешь, оно, закрываешь окна, оно, ее слышно даже на подушке. Вот это источник. Так вот это колодец такой, оно все гудит, и отсюда тело чувствует это. А трепет особенно, когда трепет такой, там вообще. Естественно, если углубляться еще дальше, еще глубже, то есть для меня по алхимии каждый атом, каждая молекула в ядре, там бла-бла-бла, является этим источником, и все это является этим источником. Но, когда ты ничего этого не чувствуешь, закрыт страхами, боли, условиями на нежность, красоту, благодарность, на близость, очень сложно начать взаимодействовать с самим собой на том глубинном уровне. И для этого я обычно просто рассказываю сказки про сердце. Точно. И вот есть сердце, там бесконечный источник, колодец квантовый, сколько ни выбирай, все там есть, 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 думаешь, блин, я столько из себя уже нежности в мир дала, там все есть, 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 благодарности побольше дам. Все есть, все есть, есть, так как же тебя исчерпать, е-мое, да, так, захожу в метро, бабахнула, о, кстати, идея. И вот в нашем теле присутствуют чувства и эмоции, да, мы их испытываем, когда соприкасаемся с отражениями, с внешними обстоятельствами, ситуациями. И мы способны эти чувства доставать изнутри себя. Бывает, чувства происходят с нами, эмоции, да, это вау, это ооо, вау, ооо, что с тобой? Ну как, со мной происходит жизнь? Оно. Либо можно создавать свою жизнь. И чувства эмоции, не знаю, там, краски, да, в палитре, там, клавиши, чувства эмоции. То каждое чувство эмоции можно воспроизводить из этого самого бездонного колодца в сердце. То есть напрямую без боли. У нас, например, есть нежность, и на ней стоит боль. Там, обнял, не знаю, значит, с нежностью человека, через две минуты узнал, что он тебе только что изменил с твоим лучшим другом. На этой нежности стоит такая капитальная боль, предательство. Доверять нельзя, люди врут. Мир говно. Огромнейшая нежность, хочется ее, но на ней стоит боль. Туда лучше не идти, мы ее обесцениваем, мы с нее ржем, прикалываемся, высмеиваем. Это делается обычным инструментом, механизмом. А что такое, я же пошутил, ну это же все нормально, правда, да, да, да. И тогда можно получить этот опыт без боли, изнутри тела, через сердце. При коммуникации с телом, при коммуникации, да, с чаепитиями сердца, с мозгом еще. Он клевый чувак, реально. То при коммуникации со своим телом можно просто объяснить, искренне сказав, насколько вам больно, насколько вам не хватает нежности в жизни, насколько тяжело не чувствовать настоящей нежности и изумиротворения. И тогда тело просто и легко, да, вот оно. Проживает эту нежность, доставая ее напрямую из сердца, без всякой боли, великолепно. Только вас потом от слез курочат невероятно, да, потому что есть другая нежность в вашем теле, связанная с болью. Но дело не в том, что вы плакать начинаете. Естественно, вы достаете эту нежность. Она настолько чистая. И нервная система моментально обнаруживает вибрацию намного ниже с болью, диссонансом с таким. То есть часть, которую вы не поняли, что это и есть вы, вы не поняли урока, не было навыка. Эта часть не является, Вселенная не является безопасностью. А эта нежность, она всю нервную систему заполняет пониманием «я есть все сущее». И автоматом, естественно, вы сразу чувствуете свою боль. И если ее много, то вы просто можете прожить этот опыт. И дальше будет сложно его воспроизвести. Ну, бывает такие моменты, говорят, я прожил этот опыт, а потом я пытаюсь и никак не могу получить к нему доступ. Вам показывают, насколько вот есть чистая нежность, чистая радость, без боли, незамутненная. Но там столько боли внутри, столько непонимания себя, что если сейчас ее включить, все это перегорит. И здесь опять же без коммуникации с телом очень сложно запустить все, чтобы работало из сердца. Начинаешь работать с сердцем, и там все эти тонкие моменты обесценивания своих качеств, обесценивания своей красоты, своей значимости. Ну как, мы все одно, знаете, коммунизм, да? Всем по потребностям, от всех по возможностям. Мы все одно, никто не отличается. Мы все работаем на один социум. Выделяться нельзя. Важность — это плохо. По Кастанеде знаем. Важность — это плохо. Убивать надо сразу же. А здесь ценность себя. Ценность себя, как вечного сознания. Блин, как живой ченнелинг. Что происходит? Вот. Это я о чем. Да, и сердце, оно способно воспроизводить без боли эти состояния. Естественно, не умея с этим работать, вы получите опыт, а потом не сможете до него достучаться. Либо будете снова и снова получать, и будет много боли. Если вы не будете стараться понимать свою боль, да? Понимать, почему там больно, что ты, тело, хочешь мне сказать, чего я не понимаю еще. Тогда либо вы просто перестанете туда ходить за этой нежностью. Но в чем проблема? Вы уже попробовали вкус манго, да? Вы уже знаете, как это сладко. Вы возвращаетесь в свой быт, и там противно. Другая сторона — это вы начинаете испытывать отвращение. То есть вот тут много дебрей. Ну вот реально, очень много дебрей. А есть простой путь. Та же самая безумная мудрость. Простой путь. То есть для себя я нашла... Ну вот мы с папой работаем, с Маратом. И то, что сработало на мне. Потом, когда я интегрировала все, и вот все эти симптомы телесные ушли, то я увидела, что вот эта вот сила благодарности... Все пишут, да? Благодарность — это сила. Любовь — сила. Мне понравилось, как папа читал первую книгу Джоула. Ну, он приехал с рейса и говорит, «Вот, я посылал тебе любовь, там, вот, я светил прямо из сердца». Я говорю, «Пап, как это ощущалось?» «Ну я не знаю, я любовь посылал». Я говорю, «Пап, ты посылал мне что-то, что ты не знаешь, как оно ощущается? Что ты мне посылал? Я хочу узнать, как это выглядит на...» Да, да, ну как оно выглядит? Сложно описать. Для меня это просто конгломерат, да? Нежность, красота, благодарность, восторг, торжество, ярость. Все это вместе, то есть абсолютно все, что существует, для меня это любовь. И поэтому, когда говорят просто любовь, я все время хочу узнать, что вы подразумеваете под этим, как детально вы это ощущаете. Сейчас папа начал читать вторую книгу. А у нас были терки. Я говорю, «Ну, пап, ну смотри, ну вот есть благодарность. Ты ее генерируешь и чувствуешь умиротворение. Целостность, телесно, такой кайф. Идешь глубже, проистекаешь нежностью, буквально там в коридоре». Что там, на полаз. Да, блаженство, офигительно, классно, невероятно. А что значит любовь? Что для тебя? Что ты генерируешь? И сейчас папа вторую книжку купил, он мне сейчас звонит, мы общались по скайпу. Он говорит, «Ты не поверишь, там написано, оказывается, нужно генерировать благодарность». Так в книжке и написано. Я говорю, «Пап, поэтому я говорила, думай своей головой». И вот для меня благодарность огромнейший ключ, огромнейшая база, огромнейшая основа для умиротворения, то есть для психологической целостности, для телесного выравнивания, исцеления. Именно вот это вот, когда вы генерируете вот то чувство, которое я сегодня описывала, благодарность за то, что существует этот самый момент вот сейчас, офигительно, классно, совершенно. То есть когда вы умеете ценить, когда вы понимаете ценность этого момента, ценность каждого человека в этом зале, ценность именно его личного опыта, боли, агрессии, непонимания, вот всей этой красоты рождается торжество, у меня лично рождается торжество. И вот эти чувства, которые вы переживаете сами в себе, не надо биться об отражении. Сидите в комнате, так же самое, впереди стенка, атомка. Умпа-лумпы, прекрасный, старый, разваленный запорожец. Посмотри, какая линия, она прямо сливается с горизонтом. Да, это прекрасно, офигенно. Все становится красивым, невероятным, потому что вы, помните, все, что внутри, отражается снаружи. Ну, не в смысле детально, я написала внутри слово матерное, и думаю, где оно сейчас снаружи отразится? Матерное будет найти. Да, 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 главное знать, куда пойти, что-то в это найти. А мы так с лесом общались по телефону, вот такой говорит, а я ему какое-то слово говорю, а он его находит у себя, вот прямо, вот глаз упал, раз, это такое же слово, вот там. Я говорю, хорошо, скажи мне слово, ты, а я иду там мимо проспекта, там под мостом, и говорю, так, ну вот что-то похоже, только последняя буква немного другая. Вот это вот чувство благодарности, оно рождается, когда вы цените, цените, умеете ценить, то есть осознаете. Вот если слово дорожить, я не знаю, как правильно это слово преломить сюда, вот это предложение. Нет. Ну да, вот ценить, когда дорожишь каждым моментом таким, какой он есть. Не в смысле дорожишь, увидел, схватил, потянул и пошел. Дорожу цветочком, взял, сорвал, принес домой, он же помер. Да. Когда осознавая вот эту неповторимость каждого момента, оно больше никогда не наступит. Совершенство, наполненность, это же все живое, оно все дышит, это такой невероятный опыт. Абсолютно все возможно, ты можешь делать все, что угодно, ставишь условия только себе сам, развиваешься дальше. Просто невероятно. Это мы в Запорожье так были, девочка одна описывала, она сидит здесь, а другая сидит вот здесь, вот тут был такой полукруг. И она говорит, я задумываюсь там, вот течет кровь, эти все ворсинки, гемоглобин, нервная система, каждая клеточка, ногти растут, печень обновляется. И вот она описывает детально, сколько глобальные механизмы в нашем теле, которые мы просто там проходим мимо. Ну это же тело просто, ну что вы хотите. И она сидит, описывает, 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 10 минут описывает, эта девочка с этой стороны. Да! То есть прямой пример как, когда вы задумываетесь о том, как это гениально все устроено, какое оно невероятное. У вас приходит, да! Конечно, благодарность! Господи, а что же еще-то? Это же кто-то это все придумал. Потом ты приходишь, что это все мы придумали сами, да? Ну вот и ладно. И вот это чувство благодарности. Неважно, к какому объекту вы его испытываете. Вот, либо к потолку, который вы не понимаете абсолютно, ну потолок, ну что? Либо к мизинцу на вашей левой или правой руке, или ноге. Не знаю, там, родинки на попе. Ну, цените вы свою родинку на попе, ну что? И эту вот огромнейшую благодарность, неважно, к чему вы испытываете, когда вы отпускаете все, вы падаете в умиротворение, такой океан. И все тело заполняется умиротворением. Обалденно просто. Умиротворение активное, энергичное, которое наполняет смыслом, огнем. Не в смысле, что у вас мотор сразу в одном месте зажигается, вы побежали сразу творить. Нет, просто все приобретает такой глубокий смысл, что больше не остается вопросов. Больше нету вопросов. Я как-то села, думала, что бы такого спросить? Все понятно. Да ладно, не может так быть. А вот это, ну здесь понятно. Еще просто. А люди все пишут вопросы вконтакте, думаю, что вы меня спрашиваете? А мне что-то, кто-то говорит, а вот почему ты не задаешь вопросов? Я всегда думаю, как дела? То есть это благодарность, когда вы падаете в нее просто с закрытыми глазами. Вы падаете в огромнейшее умиротворение, невероятное умиротворение. Все вопросы исчезают сами. Появляется тотальность и наполненность жизнью телесно. И вот если уйти еще глубже, еще дальше, упасть еще, тогда вы падаете в нежность, как будто в мед. Не знаю, там для меня это жасминовый мед. И вся та тотальность, которая была, приобретает запах, вкус, цвет, эмоции, выражение, реализацию. И телесно начинают исчезать границы. Не в смысле, что вы не чувствуете «Ой, разница между полом и телом!» Ну вообще в первые моменты, конечно, да, бывает и такое. Но резко тело ощущает себя нормальным, естественным состоянием. Я молекула в бескрайнем теле себя самого. И вот для меня это самый простой ключ. Вместо того, чтобы иметь в себе мозги, выскивать таракана, все эти понимания, раздражения, слепые пятна, можно сделать просто ну естественно это занимает время это на это тут не заставишь себя сейчас я заставлю себя искренне захотеть поблагодарить что-то в этом мире чтобы дойти до этого умиротворения Наташа говорит так классно описывать, а то что хочу заставить себя не получится это как психологический разговор с самим собой смотри, вот мы вот так вот живем можем очень просто, полностью, кардинально сделать свою жизнь тотальной насыщенной, невероятной хочу а вот тут у разных людей разные ответы конечно хочу, все мы говорим а потом всплывает, ну как же все люди как посмотрят на меня, это полный шизоид вы видели северскую ВКонтакте? то есть смотришь на нее я так не хочу, да не надо так как я у вас по-своему получится а в этом полежал, только сбывал, потом пошел и опять там просто в этом состоянии желания когда ты на уровне умиротворения уходят вопросы, уходят желания уходят все, но когда ты падаешь ниже в нежность рождаются желания из огня а можно я скажу, по моему опыту этот момент желания отсутствует вот осознанный, но при этом само все происходить начинает что ты понимаешь, что ты все время об этом мечтала оно вдруг на тебя все... ну да, реализуются настоящие внутренние глубины те потребности, которые и нужно да а осознанного желания действительно нет и вот если падаете еще глубже потом вы осознаете свою как это, безграничность творчества это как сидите в огромнейшем магазине у вас дисконтная карта ну вот бесконечность восьмерочка такая и невероятно беспредельный магазин всего, что только есть и вы садитесь и такие почему здесь не какая-нибудь одна игрушка стоит было бы проще то есть резко вы понимаете насколько у вас беспредельность на самом деле возможностей вы это чувствуете а насчет закрепления опыта я сейчас скажу тоже вы это чувствуете и вот здесь становится прикольно потому что оказывается дело бывает не в том, чтобы я чувствую тягу поэтому я понимаю вот я хочу сделать это вы резко становитесь тотальными одной отдельной тяги нету теперь нужно захотеть захотеть чего-то захотеть понимаете огромнейший магазин бесконечная карточка чего я хочу я не знаю, чего я хочу реально смешно становится ну чего, ну давайте сделаем это ну давай сделаем это а вот это ну вот это а вот это да все одинаково невероятно все одинаково глубинно все одинаково насыщено жизнью и тогда мозг впадает в ступор окей а чему посвятить свою жизнь просто выбери и все что? и шезла про опыт я не вспомнил да, у меня там еще такая мысль поражала дикая тоже я поговорил даже слух то есть я поговорил насколько просто насколько это рядом и всегда и здесь и это прям очень вот просто вот очень просто взял и вот ты уже в этом состоянии и мне это поражало вообще уходим все а это здесь все с нами все очень просто все всегда здесь с нами ой мама пишет Женя насмотрелся роликов и стал разговаривать как Марат я и он в шоке так похоже я говорю перестань перекидываться он по-другому не может капец вот так ты влияешь на людей значит мама тобой восхищается капитально все перенял у тебя нервной системы нервной системы нервной системы можно сказать вот это вот состояние падения нектара да у меня получается что ее в третий раз так падает вот я валяю значит кайф все живое все делается аааа что-то вот такая вот эти что кайф кайф так нам что-то придумать нам что-то заморочиться и получается что сам у себя отобрал кайф там сидит придумал говно ну надо же мне что-то сделать ну сколько можно же в этом кайфе все такая кайфовая и все и пошло ну как у меня например знакомство с этим иным вариантом доказанную теорию то есть посмотри можно так можно так можно так можно можно больше наслаждения и ну и так моя а что именно не устраивает да знаешь как это что отобрал так еще надо умудриться забыть что-то все отобрал чтобы интрига была чтобы была тайна но тебе это нравится а если я это делаю естественно не нравится а тогда все окей а а а а а а а а ты говоришь что у тебя был нектар но с ним скучно тебе нравятся тебе нравятся интриги пока тебе это нравится первичная выгода нравятся интриги лучше вас есть нектар блаженство кайф единство вау и есть страдания боль интриги измены что там еще забываю стыд чувство вины скандалы конфли и глаза загораются мы по большому счету в этом супермаркете корзиночку взяли и пошли так а у нас стыд так а у нас ага так на кассу прошел мне пожалуйста через это карточку проведите значит оплатили все так стыд да 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 вообще нереально гениально я хочу освобождения вознесения на уровень а не получается ты еще держишь эти ты вот этими штуками потом пошло и все полетет потом опять нектар я опять снова здорова а у меня есть карточка пошел ну это когда смотрите есть первичная и вторичная выгода мы гоняемся за чувствами и эмоциями часто говорят я хочу единство и просветление ну да ну конечно ну как что все было кайфово а сейчас что нет 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 я сейчас за другое чтобы было кайфово а сейчас что не кайфово ну как сейчас полная жопа я говорю так для чего ты хочешь единство чтоб было кайфово а сейчас что полная жопа я говорю так для чего ты хочешь единство да чтоб не было этой жопы Я говорю, чувак, так ты единство хочешь, чтобы жопы не было? Или чтобы кайф был? И вот в этом большая разница. Если вы хотите единство и просветление, чтобы жопа меньше стала или исчезла вообще, потому что при этом она же исчезает, прям с конвейера, с производства, на всю жизнь. То когда вы не понимаете, чего вы на самом деле хотите, когда вы чего-то хотите, то вселенная начинает прикалываться. И ты к чему? Ну вспомни, к чему ты это говорила, Наташа. А, первичная и вторичная выгода. Так вот мы гоняемся за эмоциями, чувствами, переживаниями. А самые классные, это те, которые связаны с адреналином, правильно? Прыжки из парашютов, американские горки. Первый раз сказать там, ты мне нравишься, приходишь, сердце в такой вот офигительный день. Вау, переживания на всю жизнь, суперский, суперский, суперский. Поэтому кайф не интересен. А зачем? Кайф это что? Это просто ты не так глубоко уходила. Там потом дальше начинается адреналин из кайфа. Это всем другое. Ну, пока тебе нравится этот адреналин, ты не спустишься ниже. Только если когда ты разочаруешься в своем адреналине, который тебе нравится, только тогда ты сможешь упасть глубже. Потому что ты держишь этот адреналин свой. То есть вот есть это, иначе будет скучно. Нет, а я вот как раз почему-то скажу, я почему не говорю. Я говорю как есть, да, что у меня это происходит третий раз. То есть, например, я знаю, читаю тебя не там татата-татата, но именно сегодня, именно сейчас, да, в данный момент это происходит. И ты мне сказала, что можно еще, что можно еще. До этого все, что я делала, как бы не было такого варианта, да. То есть я себе умышленно создала такие условия, чтобы надо что-то, что-то, что-то. Ну, есть, а как? Окей, я согласна. Ну, теперь ты сказала, теперь мы записываем. Нет, не записываем. Это вот как бы если в маленьком, это вот ситуация, о которой я говорила. Есть концепция, все, она устаревает, не едается, не пристает работать, не едается, не скучная, начинает бесить. И все, пошел по сперва, все, набрал, страшно, даже себе, как помоги. Так, сейчас я договорю о том, с чем я говорила, про первичную и вторичную выгоду. Потому что реально интересный механизм. И вот, гоняемся за адреналином, за чувством того, что я это могу, офигеть, классно, вау, суперски. Что, я не об этом хочу поговорить? Вот, е-мое. Я начинаю сбиваться, шестой час, я начинаю сбиваться уже. Про первичную и вторичную выгоду. Да, и вот, чтобы сбросить акцент с первичной выгоды, да, мне интереснее вот это. Мне интереснее там влюбляться, страдать, бояться, не быть полностью искренней, переживать. С сердечным таким пульсом ложиться ночью спать, думать о человеке, опять напрягаться. Потому что это создает мне ощущение, что я живая. Я живу. Вот в этих всех дрязгах я живая. Когда все классно, это непонятно, оно живое или не живое, все кайфово. И вот когда первичная выгода, чтобы осознавать, чувствовать, что вы живые только за счет того, что происходит напряжение, напряжение, боль, кайф, напряжение, боль, кайф, то это… Сама, как диаграмма. Да, да, стопудово. И вот это первичная выгода. Единство просветления становится первичным, когда такая жопа происходит в жизни, что вот это уже просто бессмысленный. Она падает, такая, о-о-о, да, я хочу этого, чтобы вот этого больше не было никогда. Вот первичная выгода. Вот вторичная. Вот здесь адреналин, жизнь, боль, кайф, там что там еще. Страдание, боль, кайф, страдание, боль, кайф. Здесь кайф, творчество, радость, кайф, творчество, радость. Вообще очень такие. И здесь тоже есть адреналин, невероятный адреналин. Здесь больше возможностей, такой спектр. И здесь куча возможностей, спектр. И они, в общем-то, и тот, и тот путь невероятный. Класс. Только здесь вы выбираете момент того, что боль склеена с кайфом. Тут же никуда не денешься. Хочется кайфа, ищу боли. Хочется кайфа, подсознательно ищу боли. А здесь кайф, радость, творчество. Хочется кайфа. Меня прет от творческого огня. Я радуюсь в процессе создания. Я просто мега торчу, когда вижу, что я сделала. И от этого у меня не появляется разочарование. Я просто думаю, ах, сколько внутри еще всего. Какой мир невероятный. У меня же просто времени не хватит все это описать, реализовать, выразить. Боже! Так вот, как снять первичную выгоду здесь? Когда здесь рождается на страдании боли и кайфе, рождается еще капитальное разочарование, только тогда важность такого механизма, такой структуры действия жизни обесценивается. Но она не исчезает. Просто она уходит в подполье и обесценивается. Тогда остается такой механизм. Вы думаете, ну да, а смысл вот в этом. Естественно, на поверхность поднимается механизм кайф, творчество, радость. И мы начинаем этот навык нарабатывать, нарабатывать, чувствовать это внутри. Здесь обесценилось, и все нейронные цепочки, связанные с болью, кайфом и страданием, прекращают. То есть они затухают, выключаются. Автоматом работает вот это. Знаете, как бывает? То есть она не умирает, а просто пребывает в состоянии покоя? Ну да, это как разные механизмы. Это вот, как вот есть вирусные штампы в теле. То есть они всегда присутствуют, при определенной атмосфере они проявляются. При определенной флоре, фауне, что там, в ситуациях снаружи они проявляются. Раз, свинка, ну здравствуй. Здесь так же самое. Все эти механизмы, которые, говоришь, я не знала, что есть по-другому. Твое тело знает, что есть по-другому. Он тебя притягивает туда. Ты готова, ты говоришь, все, меня уже... Ну вообще, это вот то, как я живу. Я хочу дать, как же можно... Ты даже не говоришь, я хочу дать, как можно по-другому. Ты просто говоришь, меня это уже просто вообще выводит из себя. Я так не хочу, не могу. Блин. Да, вот, скучно, надоело, бое. Один из системы говорит, окей, так как ты меня не слышишь, ты со мной не разговариваешь, да, тебе только кайф подавай, адреналин, карточку и покупки. Ну в этом огромнейшем магазине, да. Он говорит, окей, ищем того, у кого эта система другая, да, является первичной выгодой. Как ты сюда попала еще раз? Да. Вот. И меня все время говорит, пошли, пошли, вон туда, вон туда. Все время такая, ладно, а вот, пошли тебе туда, давай, давай, давай. И ты видишь, да, можно жить вот так. А дальше ты сама выбираешь. А что? Я просто вижу вариант. Да. Я могу, то есть, например, я не знаю многих слов, я не знаю многих историй, я не знаю многих лиц, я не знаю многих опытов, да. Это же интересно, это же можно, там, ага, коп, 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 все, картина. Я не знаю, я не знаю, что это. Ммм, не знаю. Так, что-то... Ну, так, так, так. Ты говоришь, что-то своими руками. Хорошо. Это реально может быть такое, что у нас в контакте еще описано, что будет какой-то негативный опыт. То есть реально вы, если желание получите негативный опыт. Что значит негативный опыт? А, ну, боль, страдание... А почему боль — это негативный опыт? Не только любовь, счастье... А что еще? А еще и другие чувства. Какие? Какие чувства? Боль или нечувства. А почему боль — это негативное состояние? Ну, не знаю. Вот знаете, здесь огромнейшая вселенная, ты говоришь, есть 5% просто кайфа, все остальное негативное состояние вселенной. Это что, я подписала, где в контракте было написано, что я буду жить в мире, где 90% негативное состояние вселенной. Это же огромная вселенная. Хаос, многообразие. Как калейдоскоп. Знаете, в детстве был калейдоскоп. Крутишь, и все время новые, новые, новые... Вот крутите, крутите, игрите. Вот эти красные такие стекла, что это негативное состояние вселенной, однозначно. Я вам пример. Наташа. Окей. Да. Смотри, если алхимию не ровно рассмотреть, то есть, да? То есть, в принципе, сейчас известно, что каждое ДНК, оно излучает эминсцентный лазерный свет. И его сейчас считают через компьютер, и это реально реализовательная МПТ-музыка. Каждую ДНК можно слушать по музыке. То есть, музыка, которая... То есть, это твое тело, да? Получается, оно... Коммуникация, это... Оно передает музыку сюда. Ну, если представить, в виде музыки. Да, да, да. Музыка идет от... Ну, от твоего там сознания. То есть, вот... И, грубо говоря, то есть, то, что сейчас я так увидел и описывал, то есть, сценки туда, да? То есть, получается, ну, как, когда ты не понимаешь свое тело, ты там тяжелый металл ставишь, а оттуда идет классика, и... Ну, не знаю, что-то пришло вот так сейчас. И, в принципе, это все научно доказано. То есть, доказано, и это можно посмотреть, пощупать, в принципе. Но мне нравится опыт... Это волновая генетика сейчас. Я знаю, вот опыт Игоряева мне нравится. Вот, да, да. Мы сейчас все там в полной программе. Клемят. Ну, опять же, кто автор музыки, да? Кто автор музыки, да? Сознание. Мы же есть эта вселенная. Насколько расширишься, упадая от умиротворения в нежность, насколько глубоко расширишься, настолько ты почувствуешь себя. Потому что вот от этой нежности, то есть благодарность, умиротворение, и потом этот нектар нежности, важно падать в эту нежность после умиротворения, а не просто в нежность. Иначе будет другой эффект, боль поднимется. И вот в эту нежность, когда падаете, оттуда, насколько вы себя расширите, настолько вы себя и почувствуете. Сузите, сузили, расширили, настолько и почувствовали. планета планета больше больше реально телесно это ощущаете про опыт ты еще рассможет вопрос ну да но это если условий там нету если есть условия то ничего не закрепиться он скажет как у тебя там прописан ты четко убеждена да это какой-то шарлатан ненормальный класс суперски так вот про опыт давайте расскажу про опыт и уже будет уже все как раз итак наша нервная система наше тело у нас есть чувства и эмоции благодаря чувствам и эмоциям мы создаем музыкальное сопровождение запахами с ощущениями нашей картинки да вот картинка нашей жизни и чувства и эмоции это музыка там либо восторг там торжественно там было либо депрессия чувствами и эмоциями мы это проживаем когда либо они с нами случаются когда мы реагируем на отражение либо когда мы сами генерируем почему я делаю такой важный акцент на то что мы сами генерируем эти эмоции и чувства потому что часто мы охотимся за отражениями чтобы прожить какое-то состояние и это доходит до такого кошмарного абсурда например девочка в детстве с папой с мамой зимой сидела за пианино играла чувствовала уют папа подошел я обнял мама обняла мега состояние полное единство растворение вечность безопасность все 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 затем папа с мамой развелись травма всю жизнь она зарабатывает деньги для того чтобы купить дом чтобы был муж чтобы в доме было пианино и в один момент когда у нее уже будет и ребенок и муж этому всему экшена будет уже лет 15 она наконец-то сядет за пианино будет идти снег муж подойдет и обнимет ребенок и обнимет она снова проживет это чувство которого и так не хватало в детстве после развода родителей и после этого у нее пропадет интерес и к мужу и к пианино и к дому и к ребенку а до эмир рухнул потому что все усилия были направлены на получение еще раз одного чувства которое было в детстве и связанное с родителями а родители разошлись и там боль и нужно еще раз это чувство прожить еще раз еще раз еще раз мы гай вот это называю гонкой за отражениями гоняемся за отражениями чтобы прожить чувство у себя внутри чувство мы проживаем у себя внутри а значит если они у нас здесь создаются то мы сами можем это делать то есть мы сами можем восполнять себя я например обожаю черный чай с лимоном зиму теплое одеяло рядом с компьютером идет снег за окном это что-то в контакте ползаешь по идеале закручены все круто и когда у меня тело нервничает автоматом хочется черного чая с лимоном не всегда она есть под боком не всегда одеяло есть контакт окно и снег со снегом труднее всего тогда я делаю простую вещь я просто погружаюсь в это состояние которое у меня тогда было я убираю снег и контакты все остальное оставляю только состояние и начинаю и начинаю снова и снова проживать его там где я нахожусь и тело успокаивается я могу дальше спрашивать а чё ты вообще нервничал только что то есть мы способны получая какой-либо опыт хоть один раз в жизни если мы его получили мы способны его снова воспроизвести столько раз сколько хотим так глубоко как хотим потому что вы получаете опыт он например интенсивности такой в чем проблема довели еще раз до такой интенсивности пошли углублять алгоритм то есть и пошли углублять генерируя это телесно наружу именно наружу не просто вот там я внутри себя там чувствовать это вот умиротворение все классно потом выхожу на кухню и уже все не так классно это внутри все а вот когда ты это умиротворение генерируешь наружу то есть ты сидишь и вот именно ощущение такое как будто тебя электричество исходит такой вот тогда она закрепляется телесно и ты выходишь на кухню и она никуда не делась идешь на работу она никуда не делась поэтому мы говорим да у меня нету такого опыта не проблема вселенная пожалуйста можно мне такой опыт если там ты вдруг будешь проходить мимо этого опыта в магазине и тебе не будет в пазлу кинь мне этот опыт пожалуйста да у места по условиям нужны очки я не дотягиваю нади со скидкой пожалуйста вы получаете тот опыт либо тот вариант вы поднимаете вы просто просите тело да и тело дает вам этот опыт изнутри неважно как вы получаете вы все равно его проживаете внутри себя либо вы вселенную просите новый опыт проживаете внутри тела либо вы тело просите в опыт проживаете внутри тела вы телом этот опыт проживать в любом моменте либо так либо так получать этот опыт и вперед генерируем излучаем закрепили живем дальше все просто все хорошо хочу привет это привет привет Продолжение следует...